Личная идентичность опирается на жизненные ценности, которые необходимо взращивать и формировать. Сами растут исключительно только сорняки. Если мы хотим вырастить что-то доброе, по-настоящему полезное, нам необходимо прилагать к этому усилия. Если таланты и способности даны нам от рождения, то жизненные ценности нам необходимо сформулировать, привить и утвердить. Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем говорить об отцовстве и вторичной идентичности. Сегодня я хотел бы поговорить о том, как личный опыт влияет на формирование жизненных ценностей наших детей. Для того, чтобы ценности не просто сформировались, но закрепились в жизни наших детей, необходимо применение. Необходим некий личный опыт. Необходимо создать ситуацию. Или, возможно, поехать куда-то. Например, мы хотим закрепить жизненную ценность, такую как милосердие. Возможно, стоит поехать в бедную деревню и попытаться там помочь кому-то. Мы должны сделать все для того, чтобы жизненные ценности наших детей были закреплены их личным опытом. Если мы с вами не тренируем жизненные ценности наших детей, то мы рискуем, что их вообще не будет. Многие взрослые не понимают, что такое вообще ценности. Или, произнося эти слова, там, милосердие, любовь, верность, не понимают значение этих слов. Когда ты покажешь этому человеку пример, скажешь, например, вот это. Он говорит, а, точно, я точно это знал, просто не знал, как сформулировать. И наши дети мало чем отличаются от такого рода взрослых. Очень часто они не понимают, о чем мы говорим, ровно до тех пор, пока мы не начнем показывать и делать это вместе с ними. Наши дети очень нуждаются в том, чтобы мы не просто объясняли, но и тренировали те ценности, о которых мы говорим. Очень важно показать на практике, как должны работать жизненные ценности, как они применяются. Я говорил уже о том, что очень хорошо было бы куда-то поехать, создать некую ситуацию, пойти помочь соседям вспомнить о родителях и сделать что-то, что будет демонстрировать применение наших жизненных ценностей на практике. Для этого можно пойти в детский хоспис, в какую-то очень бедную деревню, помочь престарелым, я не знаю, поправить забор, поколоть дрова и так далее. Вспомнить, например, о родителях и съездить в гости, проявить заботу о соседе, который болен. Не все родители думают, что создавать искусственные ситуации для того, чтобы ребенок проявил свои правильные жизненные ценности, это верно. Как считаете вы? Я буду очень признателен, если вы напишите это в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!